Я Николай Михайловский, генеральный директор компоненты. Я приветствую всех на очередном вебинаре, который НТР проводит в высшей IT-школе Томского государственного университета. Сегодня у нас в гостях Павел Денисов из университета Штутгарта с рассказом про по-русски. Как-то я это и сразу не знаю, как это сказать по-русски. С пониманием прямо из речи смысл передал. Смысл, да. У нас как-то это красиво названо. Сквозная модель понимания речи с помощью кросс-модального обучения методом учитель-ученик. Я думаю, мы ждем еще пару минут и начинаем. У нас сегодня 70 с чем-то зарегистрировавшихся. И на самом деле стандартное количество людей уже собралось. Половина зарегистрировавшихся уже собралось. Поэтому, я думаю, мы можем начинать. Павел, передаю вам бразду правления. Да, прежде чем вы начнете, коллегам, которые нас слушают. Ну, во-первых, можно задавать вопросы в чате, можно задавать вопросы в Q&A. Павел, как вам удобнее будет отвечать на вопросы по ходу, по кускам, в конце? Можно по ходу, наверное. Можно в конце. Давайте мы будем следить за вопросами. Если их наберется за раз много, мы начнем их зачитывать, чтобы вам все время не следить за тем, что происходит в чате и в Q&A. Поскольку у вас голова будет занята, видимо, тем, чтобы рассказывать, а не тем, чтобы это все прочитать. Вот. Тогда мы будем смотреть по тому, как поступили вопросы и по ходу решим. Все. Передаю вам слово. Спасибо. Собственно, еще раз меня зовут Павел. Я учусь в Штутградском университете, в институте NLP. В основном там все занимаются NLP. Я больше специализируюсь на ASR, Speech Recognition. Сегодня я расскажу про то, как мы попробовали скрестить ASR и NLP, и что из этого вышло. Собственно, цель была получить такую сквозную модель, которая извлекает напрямую из речи смысл речи. Традиционно это делается в две ступени. Берется речь, прогоняется через ASR, преобразуется в текст, потом текст скармливается какой-нибудь NLU модели для понимания языка. И, собственно, эта модель уже производит классификацию сказанных предложений. Например, это можно использовать для классификации между типами утверждений, вопросов, Dialog Act, то, что это называется, или Intent, то, что определяет, что хотел, собственно, пользователь или диктор. Но, в общем, с таким подходом есть некоторые, так сказать, проблемы или неприятности в том, что текст – это дискретное представление речи, и некоторая информация потеряна в тексте по сравнению с тем, что мы произносим голосом. И, ну, чтобы это преобразовать, чтобы преобразовать речь в текст, так же обычно мы должны делать Beam Search. И это дороговато по вычислительным ресурсам и требует разных хитростей и триков. В общем, часто мы еще и теряем на этих триках, потому что хотим сэкономить вычислительные ресурсы. Ну и, в конце концов, чтобы что-нибудь оптимизировать на новых данных, нужно по отдельности настраивать ESR, по отдельности настраивать NLU. И тоже хотелось бы использовать что-нибудь более автоматическое. И всего этого можно было бы избежать, если бы мы это все объединили в общую модель SLU, которая как бы единая нейронная сеть принимает на входе речь и на выходе дает какое-нибудь векторное, беспрерывное отображение этой речи, которое можете использовать уже для конечной задачи. как classification или intent, как здесь указано. Но с этим есть проблемы в том, что нету таких больших датасетов, которые аннотированы напрямую для таких задач. В NLU в последнее время довольно большим успехом пользовались self-supervised методы, когда берется просто текст, огромное количество текста из интернета, выкидываются какие-то определенные куски случайно, и модель тренируется предсказывать эти куски, и оказывается, что это достаточно, чтобы натренировать модель понимания текста. С речью такое пока сложновато, потому что в речи гораздо больше всяких, так сказать, переменных. И, ну, к тому же у нас уже есть хорошие модели для ISR и NLU, как я уже сказал, и хотелось бы эти модели тоже переиспользовать. Собственно, в этом и состоит идея этого проекта. Собственно, что мы предлагаем? Мы предлагаем взять параметры из ISR-модели, из энкодера, и параметры из NLU модели, и просто соединить их вместе. И, ну, так как они друг с другом не очень хорошо работают, мы еще должны сделать какую-то дополнительную настройку или до тренировку. И мы попробовали использовать teacher-student, учитель-ученик модель для этого. Собственно, мы рассматриваем нашу новую SLU-модель как ученик, и мы пытаемся выровнять ее выход к выходу исходной NLU-модели с использованием обычных ISR-датасетов, где у нас просто есть пары между речью и текстом. То есть NLU-модель у нас предсказывает какой-то семантический эмбидинг для предложения. SLU предсказывает какой-то аналогичный семантический эмбидинг, просто один вектор для речи. И мы пытаемся минимизировать расстояние между ними. При этом NLU-модель у нас заморожена, мы просто делаем forward pass, а SLU-модель частично разморожена, и некоторые слои в ней тренируются, чтобы уменьшить это расстояние от NLU-модели. Теперь я расскажу немного про настройки, в общем, как мы производили эти эксперименты. Мы использовали довольно стандартный трансформер модель sequence-to-sequence для ISR. обычный стандартный рецепт из ESPN это основанный на LibreSpeech. Для улучшения результатов sequence-to-sequence также используется CTC, который просто вторичный... Анонимный посетитель спрашивает, как вычисляется расстояние. Я к этому перейду довольно скоро. Если коротко, то мы попробовали три разных функции, но я покажу. Да, ну, собственно, обратно к экспериментам. ISR-модель просто натренирована на нескольких английских дейтасетах. В общем, 3000 часов. И на входе 80-канальный logmail-фильтр банк, и на выходе 100 word-писов или, ну, подслов. Для энергию мы использовали модель, которая называется sentence-bird. Это обычный bird, но натренированный или на fine-tuning для предсказания sentence-embeding, это отдельные единичные векторы для предложения, которые подразумеваются, что они содержат весь смысл предложения. Ну, и, в общем, для того, чтобы получить SLU-модель, мы взяли энкодер-блоки из ISR и энкодер-блоки из NLU и вставили просто обычный линейный слой между ними. И на выходе получили один вектор, который представляет всю запись на выходе. Этот вектор получается усреднением всех векторов на входе. Усреднением, так сказать, всех векторов на выходе. И для того, чтобы уменьшить расстояние с NLU-моделью, мы использовали три датасета LibreTTS, Common Voice и MA Labs. Особенность этих датасетов в том, что они содержат транскрипцию вместе с капитализацией, с пунктуацией, со всякими другими дополнительными форматированиями, которые обычно в ISR не используются, но предположительно содержат немного дополнительного смысла. Хотя, к сожалению, я до этого не добрался, чтобы это проверить. Ну и в конце концов, для того, чтобы посмотреть, как эта SLU-модель работает, мы использовали три датасета. Два из них это Dialog Act Classification и один еще к тому же Intent Detection. Это SmartSemaker, а датасет. В общем, что-то вроде Alex или Alisa. Включить свет и так далее. В качестве baseline мы попробовали тренировать классификатор на выходе NLU-модели. В одном случае мы предположили, что у нас есть совершенно без ошибок транскрипция, и ISR как бы не делает вообще никаких ошибок. И для Dialog Act Classification мы видим, что все равно классификация не очень работает. для SmartSpeaker, SpeechCommons, классификация полностью, как бы 100% идеальная. Это связано с тем, что в этом датасете вся разница между тренировочными данными и проверочными данными заключается в записи, а транскрипции полностью пресекаются. То есть, как бы это было ожидаемо. Ну и потом мы проверили, как такой классификатор будет работать на нашей ISR-модели. Так как она делает ошибки, классификатор тоже делает ошибки, и мы видим, что Accuracy упал. Ну и САР тут приведен для понимания, насколько данные тяжелые, сложные. Для Dialog Act Classification World Aureate довольно высокий. Это значит, что записи довольно или низкого качества, или может быть транскрипции не очень хорошие. В общем, есть там проблемы. Теперь мы перейдем к результатам, и я также расскажу про то, как считать расстояние, и как мы находили другие параметры. В общем, мы используем два сценария. В первом сценарии мы его называем ZeroShot. Это значит, что у нас есть только тексты, которые аннотированы для Dialog Act или для Intent. И мы тренируем классификатор на этих текстах на выходе NLU, на векторах, которые NLU выдал нам на текстах. И потом пробуем тестировать эти классификаторы на векторах, которые SLU выдал для записей. Соответственно, мы называем это ZeroShot, потому что мы не используем никакие записи речи, аннотированные для конечной задачи Dialog Classification или Intent Detection. И, в общем, это можно сравнить с pipeline или с каскадным подходом, который я показал в начале, где мы берем отдельный SR, который просто натренирован на SR, транскрибируем в текст и скармливаем это все в NLU, который тренирован на тексте. И, как мы видим, результаты немного хуже, чем pipeline. И также мы видим, что в зависимости от того, какие слои в конечной модели мы настраиваем, что-то работает лучше, что-то хуже. В самой первой строке мы не настраиваем вообще никакие перенесенные слои, никакие перенесенные параметры, мы только настраиваем мэпер между SR-энкодером и NLU-энкодером. И во всех последующих строках я тут попробовал разморозить разные слои, потому что было не очень понятно, какие слои стоит оставить и какие слои стоит донастраивать. Но в результате видно, что в среднем лучше донастраивать два верхних слоя в SR-энкодере. Validation Loss здесь показывает значение расстояния между SLU и NLU. Зачем это здесь приведено? Чтобы показать, что есть какая-то связь между уменьшением расстояния и accuracy на конечные задачи. То есть чем меньше расстояние, тем лучше получаются вектора, тем лучше они работают для линейного классификатора. Также тут есть небольшая информация про то, как лучше настраивать. Оказалось, что трансформеры довольно хрупкие или деликатные, когда они тренируются на речи, и пришлось довольно много перебирать параметров. Оказалось, что простой переборкой параметров для LearnRate или для продленной тренировки можно улучшить результаты и приблизиться к результатам пайплайна. Ну и в конце концов, к расстоянию мы попробовали три разных расстояния. Кассайн, дистанц, L1 и L2. L1 это обычное расстояние, когда берется расстояние между каждым элементом векторов и складывается. L2 это то же самое квадратичное расстояние. Ну и косайн это довольно популярная метрика для расстояний в семантических представлениях. Как оказалось, все они довольно одинаковые результаты дают, но L1 немного лучше. И опять же для validation я пробовал посчитать для разных моделей, оптимизированных с разным расстоянием, какие будут значения для других расстояний. Чтобы посмотреть, например, когда я использую L1 для оптимизации, как-нибудь это связано с косайном или нет. Оказалось, что да, косайн тоже уменьшается, довольно получается одно и то же расстояние. Расстояние не важно, что я использую, какую метрику. Ну и в конце концов, когда мы выбрали L1, мы попробовали оптимизировать дальше, больше эпох. Оказалось, что можно это до 60 раз повторять и получать какие-то улучшения. Но все еще довольно большое расстояние от каскадного подхода. Чтобы посмотреть, что происходит с этим классификатором, и найти дополнительные преимущества использования SLU по сравнению с каскадным подходом, мы еще подумали, что, возможно, ESR делает ошибки, которые фонетически не очень значимы, но на смысл могут влиять довольно сильно. И чем больше таких ESR ошибок, возможно, тем больше преимущества использовать беспрерывное отображение в SLU по сравнению с текстом. Чтобы это увидеть, мы посмотрели, что происходит с записями, которые вызывают много ошибок в ESR. Здесь, например, показано, мы сгруппировали по wordware rate. И можно увидеть, что с очень высоким wordware rate записи, например, 70 для frequent speech commands, или 90 для разных dialects classification. А accuracy end-to-end модели выше, чем accuracy у pipeline. Тогда как в идеальных записях, где wordware rate, например, 0, между 0 и 10, то pipeline работает, конечно, лучше. Ну, также, так как SLU – это просто нейронная сеть и классификатор – это просто линейный слой сверху, довольно заманчиво звучит идея все это соединить вместе и взять несколько аннотированных записей речи и донастроить эту нейронную сеть на этих записях. Почему это заманчиво? Потому что, как я уже сказал, в речи содержится больше информации, чем в тексте. И так как эта информация не использовалась или почти не использовалась в изначальном SLU моделировании, чтобы модель научилась ее использовать, требуется хотя бы несколько образцов показателей для downstream task, для intent classification, для dialect classification. И, ну, мы попробовали взять, как бы, один, два, три и так далее образца на каждый класс для конечной задачи. Ну, и смотрели о курсе на предыдущих трех датасетах и увидели, что на двух из них… Так, тут мы видим слева мы видим три колонки для эксперимента, где мы только настраиваем линейный классификатор. То есть мы заморозили все слои и настраиваем только последний классификатор в слой. Справа мы видим три колонки, что будет, если мы разморозим также некоторые слои в середине модели. Так как это все одна модель, мы можем донастраивать слои по выбору, не только последний слой, но также слои, которые ближе ко входу, чтобы предположительно научиться использовать информацию, дополнительную информацию, которая содержится в речи. И мы видим, что, например, на свитчборде и на Fluent Speech Commons мы смогли получить акурсию немного выше, чем в pipeline. И также мы видим, что, в общем, есть смысл размораживать слои не только в конце, но также и в середине модели. И backpropagation через все эти слои довольно полезен. В общем, сейчас на этом я подхожу к концу. И просто для повторения мы предложили метод, чтобы соединить SR и NLU модели, чтобы извлечь смысл из речи напрямую. И мы установили, что может этот метод работать сравнимо с классическим pipeline'ом и может быть улучшен на 10 экземплярах на класс с аннотированными данными. На этом все. Спасибо. Можно теперь про... Спасибо, Павел. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Вот Мария Ярославцева спрашивает, на каком языке были данные? Все на английском. И ESR, и конечные задачи. Dive Classification and Intent Detection. Да, пока коллеги думают над своими вопросами, вот еще у нас прилетел вопрос. Опять же, Мария Ярославцева спрашивает, какая гипотеза о том, какое влияние пунктуации за главные буквы оказывают на результат? Я поняла, что тестов пока не было, но если поспекулировать, все же пунктуация – это про язык, а не про речь. Да, это больше спекуляция. Но, например, для Dialect Act, где мы хотим различить между утверждением и вопросом, пунктуация довольно полезна, потому что у нас есть, например, вопросительный знак. Ну, в речи это выражается через интонацию и через порядок слов. А в тексте у нас есть пунктуация. Ну, и порядок слов, опять же, в английском помогает. То есть смысл в том, что если бы у нас не было пунктуации, то такая минимизация расстояния не научилась бы извлекать интонацию. А с вопросительными знаками модель, возможно, выучила также извлекать вопросительную интонацию. Хорошо, спасибо, Павел. Вот Константин Слепенский спрашивает. Пробовали учить в лоб сквозную модель «Голос-класс» без использования текстового представления вообще? Я не пробовал, но мой коллега пробовал какое-то время назад. Я могу прислать ссылку на его статью. Но я не могу точно сравнить, потому что в его случае он использовал только Dialect Act. И у него была модель, которая использовала не только текущее предложение, но также некоторый контекст, значит, что он смотрел немного в разговоре, какие до этого были предложения. Я для простоты это исключил, я этого не использовал в модели. Поэтому его результаты немного лучше, чем мои. Хорошо, спасибо. Пока еще коллеги думают над вопросами, я хочу свой вопрос задать, но чтобы его правильно задать, давайте вернемся к общей вашей схеме того, как работает пайплайн. Где-то у вас было… Да, это пайплайн, а дальше ваша система, где у вас есть общий эмбединг. Правильно я помню? Там общий эмбединг. Да, вот правильно я понимаю, что у вас подается utterance, то есть кусок речи. Мы делаем некий эмбединг. Мы берем транскрипцию того же кусочка речи, делаем эмбединг. И дальше мы берем эти два эмбединга и стараемся уменьшить расстояние между ними. Да, абсолютно верно. Это делается с помощью какого-то contrastive flows или с помощью… Какая там функция… Просто обычная разница между векторами. L1, например. Просто обычная разница. А дальше вы поверх этой штуки хотите сделать, например, каким-то линейным или небольшой глубины классификатором классификацию в интенты, например. Например, да. Вопрос. Почему тот эмбединг, который получается, может оказаться разделимым, по, например, по интентам, если мы при обучении об этом не думали? Ну, тут предполагается, что этот sentence embedding из NLU описывает смысл предложения, и этот смысл также может использоваться для разделения между интентами или между dialects, или что-нибудь еще. То есть мы считаем, что sentence embedding – это такая здоровская штука, которая уже хорошо разделяет интенты. И что мы не пытаемся улучшить с помощью речи то, как она разделяет, а с помощью ее пытаемся улучшить то, что происходит у нас в речи. Я не очень понял. Ну, видите, речь штука более богатая. А, да-да-да. Мы как бы притягиваем речь к этому sentence embedding. Да, то есть, если у нас ведущий источник – это текстовые embeddingи, то мы теоретически можем, добавив к ним чего-то хорошего из речевых embeddingов, улучшить качество. Ну, чисто теоретически. Теоретически, да. А получается, что происходит как бы немножко наоборот. Да. У нас с помощью хороших текстовых embeddingов немножко улучшаем плохие. Как-то эту ситуацию, может быть, развернуть? Ну, можно, наверное, сказать, что мы это делаем в последнем эксперименте, где мы берем этот интент-классификатор, который натренирован на этих sentence embeddingах, присоединяем к услуге модели и как бы файн-тюним все вместе. Ну, то есть… Таким образом, мы надеемся, что если есть в речи какая-то дополнительная информация, то наша модель как бы научается разделять еще лучше. Ну, да. Ну, я-то веду к тому, что, возможно, если бы мы файн-тюнили вот этот embedding прямо на интент или еще какую-то штуку, которая нам важна, с помощью контрастивного лосса или еще с помощью какой-то функции, вероятно, мы бы получили более интересные результаты. Потому что не по всем пунктам вы бьете прямой пайплайн. Да, а чтобы побить прямой пайплайн, ну, надо взять ту функцию, которая… функцию потеряли, еще что-то, что интересно, и заточить ее на ту цель, которую вы преследуете. То есть еще на уровне embedding… Попробовать потренировать на что-то такое, что потом выразится в хорошее разделение интентов, чего вы там хотите замерить. Так, нам в чате что-то задают вопрос. Для каждого теста была обучена отдельная модель или использовалась общая, спрашивает Александр Батальщиков. Использовалась общая модель. То есть все датасеты, которые упоминались, они просто на одной и той же модели embedding потом тренировались. Да. Окей, коллеги, пожалуйста, еще вопросы. У нас сегодня довольно большое количество народу. 46 посетителей. Это довольно много. Так, Петр Жижин задает вопрос. Реально ли, используя embedding предложений, лучше качество распознавания речи? Казалось бы, понимая смысл предложения, можно восстановить слова. Возможно, да. Но я бы до этого не использовал embedding предложений, а скорее embedding токенов. Ну, на самом деле, мысль... Петр, а давайте я вам дам право говорить... Петр, давайте я вам право говорить дам, чтобы вы подробнее сказали, что именно вы имеете в виду, потому что embedding предложений ведь тоже откуда-то надо взять. Да. Может быть, не очень правильно... Меня слышно, да? Да-да-да, сейчас слышно. Может быть, я не очень правильно понял смысл, но, насколько я понял, embedding ведь используется выхода SR именно, а не самого предложения, верно ведь или нет? Здесь из самого предложения. То есть у нас есть embedding предложения на тексте, и, ну, есть embedding речи. То есть в каком-то смысле мы получаем похожие embedding из речи, из предложения. Ну, как я вижу, как это может улучшить, если бы мы использовали сверху этого embedding речи, который уже выровнен с embedding предложения, если бы мы его использовали для SR как-то. В этом случае он бы содержал какую-то дополнительную, так сказать, информацию по сравнению с обычным SR, потому что мы тут имеем также эти NLU слои. Ну, вот вообще у меня в голове крутится, я недавно, как, где-то год назад была какая-то статья, где тоже делались совместные embedding из речи, из текста, их там выравнивали, но у меня в голове не всплывает, что именно там за задача, потому что получить embedding предложения вот просто так, задаром, это, ну, ситуация, которая не очень часто бывает. Вам нужно сначала... Embedding предложения можно получить в том случае, когда у вас есть какой-то либо предзаданный интент, либо это embedding не предложение, а какой-нибудь эмоции, вот в каких-то таких задачах. Поэтому, как улучшить качество распознавания речи вот в каком-то практическом смысле, нужно же, чтобы эти данные откуда-то взялись. Ну, не знаю, Петр, ответили мы на ваш вопрос, не ответили. Майк Сапунов спрашивает, а вы инициализировали веса моделей из предобученных моделей ASR и NLU или учились с нуля? Ну, мы использовали предобученные модели. NLU – это как бы перд файн-тюнинный, то есть мы просто взяли уже обученный к каким-то другим. ASR мы обучали просто на ASR датасетах. И, ну, чтобы сделать то, что изображено на этой картинке, мы уже использовали предобученные веса. В этом как бы и состоит половина метода, чтобы переиспользовать веса, которые уже обучены на каких-то других задачах. Ну, кстати, еще одна мысль состоит в том, что в похожих задачах линейный классификатор, часто не самый оптимальный, тот же КНН или даже СВМ. Лучше даже КНН, чем СВМ. Они зачастую дают существенно лучшие результаты, чем линейный классификатор. Просто потому, что у вас неразделяемое множество получаются, а КНН, он там свободно и спокойно с неразделяемыми множествами работает. И это такой иногда очень, ну, не очень, но относительно дешевый способ получить свой там лишние 2%, которые нужны для того, чтобы высоту побить. Ну, да, можно попробовать. Андрей Парков спрашивает, вы в двух случаях объединяете две модели АСР и НЛУ. Модели одинаковые, за счет чего ускорение скорости в инференсе? Если честно, я не вполне понимаю вопрос. Павел, вы понимаете вопрос? Тоже не совсем. Давайте мы Андрею дадим возможность говорить. Сейчас я Андрея найду в списке участников и дам ему возможность говорить голосом. Андрей. Алло. Да. Можно более подробно задать свой вопрос. У нас в двух случаях очень плохо слышно. Вот реально очень плохо. А так слышно? Да, сейчас слушаю. Алло. Так. В двух случаях вы используете две одинаковые модели. Что внутри СЛУ и что отдельно. НЛУ. Да, понятно. АСР и НЛУ. Когда это в продакшене или когда это предсказывает увеличение скорости, ведь получается вычислительное... Откуда увеличение скорости? Да, понятно. Наверное, я понял вопрос. Собственно, экономия небольшая происходит на том, что не нужно для АСР делать BeamSearch, этот декодер, который авторегрессивный, ему нужно декодировать один шаг, потом перейти на следующий шаг и так далее, чтобы пройти всю запись речи. Потом только мы получаем на выходе текст, то есть мы должны для НЛУ, например, ждать уже какое-то время, пока АСР отработает. А тогда, как у нас просто одна трансформер-модель, это обычно куча перемножений матриц, и мы можем все это делать параллельно. То есть улучшение, ускорение больше спекулятивное опять же здесь. то есть в СССР-модели вы берете только акустическую модель, а языковую модель выбираете? Да, да. Понятно, спасибо. Спасибо, Андрей. Роман Казмин нас спрашивает. Эмбеддинг предложений содержит в себе в том числе и пунктуацию. Эмбеддинг от АСР, как я понимаю, содержит только слова. не совсем понимаю, как пунктуация из второго позволяет улучшить первой. Ну, изначально эмбеддинг из АСР, да, это правильно, он содержит только ну, не слова, а подслова или буквы. И, ну, путем уменьшения этого расстояния, автоматического уменьшения расстояния между эмбеддингом текста, эмбеддингом речи, мы как бы составляем эту АСР модель вместе с NLU моделью выдавать, как бы дофантазировать что-то, что будет более близко к эмбеддингу предложения. То есть, ну, так как, например, люди же могут писать предложения с пунктуацией, с заглавными буквами из речи, несмотря на то, что в речи мы не произносим специально пунктуацию и так далее. Просто потому, что мы знаем, как писать. Ну, и здесь принцип такой же. Ну, я бы немножко даже дополнил, эмбеддинг от АСР, он не то, чтобы содержит только слова. Просто обычно мы языковой моделью из этого эмбеддинга, по сути, получаем только слова без пунктуации. Но мы точно так же в свою там сети силос-модель мы можем точно так же вставить, например, запятые и точки. Да, и оно у нас с некой вероятностью их тоже будет предсказать. Ну, в том числе, потому, что там характерные паузы речи есть. Вот, поэтому сказать, что именно эмбеддинг от АСР содержит только слова, это не совсем правильно. Просто мы так обычно на уровне сети силоса это все делаем. Но это не значит, что сам эмбеддинг содержит только это. Мы же в данном случае же Павел использует именно эмбеддинг, он языковую модель не использует. Так, Майк Сапунов спрашивает, пробовали ли вы другие модели АСР и почему остановились конкретно на этих? Для АСР не пробовали, то есть взяли обычный sequence to sequence так и использовали. Для NLU изначально я пробовал обычный BERT, на самом деле как-то не очень работало почему-то. То есть расстояние здесь уменьшается, вектора получаются очень похожи, но когда я пробую тестировать с линейными классификаторами, на конечной задачи ничего не работает. Ну, это наверное как раз та история, которую я вот вам расскажу. Почему вообще обязано это делать? Из общих соображений не обязано, если вы этому не научите, будет обязано. Так, коллеги, пожалуйста, еще вопросы. хорошо, похоже, у нас больше вопросов к Павлу нет. тогда большое спасибо всем присутствующим. Через неделю у нас будет наш Роман Выгон из НТР и Томского университета рассказывать, как мы по keyword spotting обогнали Google. А вот у нас Георгий Брегман просит слово поднимает руку. Георгий, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Георгий Брегман, работал обстолково. Я не сразу подключился, хотел спросить, можно ли какие-то ссылки в качестве примеров либо прислать потом организатору посмотреть? Может быть коллаб есть посмотреть? Коллаба нет, но есть два репозитория с модификациями, которые я делал для Espnet и для Hagenface Transformers. Код не очень рабочий, мне не на что с времени доотладить его, но можно использовать для справки. Да, через некоторое время после вебинара, немгновенно через некоторое время мы всем участникам, на самом деле даже всем зарегистрирующим, зарегистрировавшимся рассылаем материалы вебинара, которые его выступающие нам предоставили. Обычно это какие-то презентации, в каких-то случаях статьи или ссылки на статьи и запись вебинара в том случае, когда корпоративная политика компании, где работают выступающие, этого не запрещает. Соответственно, мы надеемся, что университет Штутгарта не запрещает распространение выступлений своих сотрудников и аспирантов. и мы через некоторое время, не через час, а это единицами дней обычно измеряется, мы материалы вебинара всем участвовавшим разошлем. Всем большое спасибо, до свидания. Большое спасибо за внимание, до свидания.